Всем снова привет! Мы все еще находимся на том же Ленинградском проспекте, да? Да! Типа того. В общем, около Stadium Live продолжается DreamHack Москва, и мы сейчас пообщаемся с Мишей Касом, вы его прекрасно знаете. А фамилию забыла почему-то. Я тоже забыл. Он тоже забыл фамилию, поэтому все нормально. Берем интервью на фоне Мишиной тачки. Вот она. Вот это. Вот, Миша, скажи, почему черный цвет? Ну, потому что угрожайший. Цвет темноты. Что надо? Ну, ясно. Это все из Старкрафта, да, идешь? Да, только из Старкрафта. О чем я еще могу думать? Живу Старкрафтом, весь в Старкрафте. И даже фильмы о Старкрафте смотрю. Да, только о Старкрафте. Чужой. Звездные войны, все в таком роде. Ничего другого не знаю. Красно. Ну, а как тебе сегодня Старкрафт? Не подвел? Да нет. Вроде их хорошо проводят, никаких больших задержек нет на самом деле. Как все кричали, что Москва, будет кошмар, что-то вроде Тачлапса, ужасные задержки, будет интернет. На самом деле все хорошо. Были маленькие проблемы с интернетом, но их очень быстро починили. Турнир вроде не задерживается, все участники играют на своих местах. Вроде все здорово. Тем, кто приехал именно за Старкрафтом, я думаю, они получают Старкрафт. Ну, то есть DreamHack держит марку? Ты же на DreamHack часто участвуешь? Да, держит. Тем более, что все почти админы, те, что в Европе организовывают, то есть они сюда приехали и вроде делают ту же качественную работу, что и делали в Европе. Ничего такого плохого сказать не могу. Ну, а приятнее тебе все-таки, что турнир проходит в СНГ, а не там у них? Ну да, конечно. Больше людей, больше фанов, с которыми можно пообщаться уже на таком языке, ближе к твоему родному. И, в принципе, приятно, когда говорят, что я там твой фан смотрю, твои стримы, и таких людей очень много здесь. Так что, да, очень круто. Ну, твоя команда тоже корнями из СНГ, да, новая. Ты решил не уходить за бугор. Почему? Ну, я вот человек постоянный. Я не часто меняю команды. Я вот Empire с самого начала сменил команду только из-за того, что вот так получилось. Сменил на украинскую. Я всегда хотел быть в украинской команде. Жалко, что Na'Vi свой состав распустили. Я очень хотел туда, на самом деле, с самого начала. Даже был готов чуть не бесплатно там играть, именно потому, что у меня была идея играть именно за украинскую команду. Как-то меня это больше мотивировало. Ничего плохого не могу сказать про другие, просто какое-то такое желание было. Ну, «Каскад» сейчас единственная украинская, которая играет на профессиональном уровне. Так что ничего странного не вижу, что я именно сюда пошел. Команда, тем более, хорошая. То есть ты выбирал именно потому, что она украинская, а не потому, что она созвучна с твоим именем. И ты такой получаешься «кас-кас-кас-кас». Ну, так получилось. Так была задумана, на самом деле. Но сделаем вид, что так получилось. Случайно. Понятно. Ну, ты удовлетворен своими выступлениями сегодня? Конечно. Я вышел из группы. Это успех. Группа тяжелая была? Очень тяжелая у меня была. No Name, DMC, Ruzierk. Ну, кто не знает, погуглите. Есть такие игроки. Они играют за Россию. Так что пришлось непросто. На самом деле я первую игру 2-0 проиграл. Вторую у меня был 1-1 счет. Я мог вылететь с турнира на последнем месте в группе. Ну, свершилось так. Повезло, что я вышел из группы первой. Вторая будет тяжело. Я чувствую, что я в плохой форме. Плохо играю. Но настрой боевой. Чем связана плохая? Я болел в последнее время. Я к ВЦСу готовился усиленно. Даже на ВЦСе плохо выступил из-за того, что болел в последние дни. Сейчас я думал не ехать, потому что играю плохо. Чувствую, что тренировки, которые были в последние дни, прошли очень плохо. Это всегда сигнал, что не стоит никуда ссываться. Но я решил поехать из-за того, что уже год назад дал себе даже обещание, что ну как пропустить DreamHack Москве, который может еще раз не повториться. Так что собрал монатки и поехал в путь-дорогу. Думаю, что не жалею тем более. Встретил много хороших друзей. Как бы ни закончился турнир, я думаю, еще много с кем пообщаюсь, много с кем проведу хорошее время. Так что здорово. Куда вы там с Бородком собрались, по секрету скажешь? У нас будет цензура сразу. Пик-пик. Мы возрождать СНГ собрались, так что у нас длинная дорога. Ясно. А ты еще не присматривался? Кто там у тебя дальше может попасться? И кого бы ты не хотел видеть в своей следующей группе? Ну, все вышли, кто и должен был выйти. То есть там по одному или двум человекам, группам, которые были явно фавориты, это 11 корейцев, которые вышли 11 с первого места. И пару хороших европейцев, типа Тарги, СНГ, СНЮТа. Ну, из наших СНГ это Блайс, Сливка, по-моему, вышел. Фраер вроде вышел. Ну, это все. То есть все игроки сильные. Кто бы не попался, будет тяжело. Кого бы хотел, Зергов, Теранов, меньше Протосов. Потому что я почему-то себя плохо чувствую на ланах с Протосами, не знаю почему. А так, кто бы не попался, будет сложно. Понятно. Ну, посмотрим. Ничего не будем тогда уж загадывать на этот счет. Ну, а вот вообще, ты как бы говоришь, что ты в плохой форме, наверное, фавориты сейчас себя не запишешь. А каким ты видишь топ-3 на Дримхайке? На этом. Хотелось бы видеть, чтобы там не было хоть одного корейца. Потому что, ну, все равно, если посмотреть трезво, среди столько корейцев есть очень хорошие имена, есть игроки, которые явно будут бороться за чемпионство. За СНГ, разве что, Хэппи, Блайс может побороться. Блайс сейчас в хорошей форме. Больше никого не вижу. СНЮТ с Европы, который мешается между этими игроками. А так, среди 11 корейцев сложно сказать, чтобы кто-то один из них не участвовал в гонке за победу. Так что вот такие вот шансы. Плохие. На корейке сидит корейский корейский. Даже в Москве. Как мы их не предупреждали, сколько мы их в интернете не пугали. Все равно приехали. Идведи. Да. Тотал Бискет испугался, другие приехали. Зря напугался. Мог бы за корейцами спрятаться. Да, да. Такой вопрос. Недавно ты сказал, что плохо выступил на ВЦС. Получается, тебе сейчас все сначала надо будет проходить. Но система изменилась. Как ты говоришь? Система изменилась. И походу всем придется все сначала делать. Так что я за... Ты подкупил Близзардов? Ну, мы сошлись на этом. То есть я сказал, или давайте мне в группу на новое играть. Или все будете переделывать следующий сезон. Они сказали, нет, давай следующего. Не будем ничего мешать. Ну, я рад изменениям на самом деле. Думаю, что это интересное. Это лучше, чем просто ждать и каждый сезон делать все то же и то же. Я думаю, что публика хочет что-то интересного. Да, как-то надоедает одно и то же. Хотя бы оно разнообразно. Да, игры интересные, хорошие. Но если ничего не менять, оно быстро. Заезжается. Думаю, что это правильно. Хороший курс Близзард делает. Хорошо. А такой вот вопрос. У тебя в команде получается, ну, ты объективно самый сильный игрок. Это не мешает твоему росту? Да нет. При чем здесь команда? Я думаю, что никто из даже других команд не чувствует даже и самый сильный, и самый слабый какое-то давление. Потому что сейчас такое время, что ты можешь тренироваться с кем угодно. Нас нету, как в Кесповцах, что ты, если с другой командой, ты не имеешь права с ними играть, потому что у него какого-то, твоего тиммейта матч с ними. У нас все свободно. Но тренишься с европейцами, играешь с корейцами, никакого неравенства нет. Тем более у нас в команде-то еще Димага есть, Адон Минус. Это на камеру я говорю, что я не самый сильный игрок. Но все же знают. Ну, а что не приехал-то? Да, Дима, надо было приезжать. Тебя тогда сильным назвали. Миш, расскажи, пожалуйста, вот у тебя был такой момент в карьере, когда все так резко поменялось. Да, пришлось расстаться со своей организацией, с которой ты был с самого начала. Не было ли у тебя шальных мыслей уйти из киберспорта? И куда бы ты подался? Ну, такими мыслями задается каждый киберспортсмен, потому что он понимает, что это скорее хобби, чем какая-то работа. Хобби, которое приносит прибыль. И он смирился уже на началах, что рано или поздно нужно будет что-то другое делать. А пока что, пока мне получается, пока я делаю, этим занимаюсь. А когда придет время, и когда я вижу, что мне уже нерезонно этим заниматься, или что есть какие-то возможности помимо Старкрафта, я, конечно же, их не упущу. А пока что я могу гарантировать, что еще где-то полгодика я поиграю. Ждешь следующую часть Старкрафта? Да, думаю, будет интересно, жду. Хорошо. А что бы ты хотела от нее увидеть? Чтобы протасы были имбой? Точнее, чтобы терраны были имбой? Я уже говорил сегодня в каком-то интервью, что на самом деле я считаю, что игра довольно-таки сбалансована. Просто, чтобы играть тиранам на хорошем уровне, нужно очень хороший потолок скилла. И нужно реально хорошие руки. Это как корейцы, которые сейчас видим в Корее. Много тиранов топовых наравне играют, выигрывают турниры. И просто сейчас в СНГ и в Европе такой уровень, что тираны не могут выйти на ту планку, на тот уровень, чтобы соревноваться наравне с другими. Здесь не в расе, не в балансе дело. А так, я думаю, что нового, я думаю, пару интересных новых юнитов было вполне, хватило мне, чтобы наслаждаться игрой и дальше. Потому что немножко уже заелось то, что ничего не меняет. Очень долго от аддона к аддону 2-3 года, это слишком долго. Вот, хотелось бы что-то интересного. Ну, будем надеяться, что-нибудь да увидим. Ну и, как обычно, по традиции, в заключении, что скажешь? В первую очередь, хотелось бы услышать слова, обращенные к гудгеймерам. Ну и ко всему комьюнити, естественно. Ну и, как бы, привет и спасибо тоже. У меня, в принципе, появилось очень много хейтеров на гудгейме, благодаря последним событиям. Так что им привет, в первую очередь. Я на DreamHack, я его выиграю. Еще хотел бы сказать, конечно, спасибо всем фанам, которые за меня болеют, поддерживают. И очень приятно слышать хорошие слова даже здесь, на DreamHack от людей, что продолжать играть и радовать победами. Я думаю, что я немножко заряжусь этими словами, и в будущем я буду дерзать и продолжать выигрывать. Спасибо своей организации, Каскад. Очень хорошие ребята поддерживают нашим спонсором OneXBet. И тебе спасибо, что делаешь свою работу. И всем-всем пока.